Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. И снова, друзья, с вами концертный зал телерадиоканала «Страна-ФМ». У нас Оркестр Волынщиков Москвы под руководством Артемия Воробьёва. Между прочим, Оркестр Волынщиков Москвы известен не только в Москве, а далеко за её пределами. Коллектив очень часто, постоянно выступает на огромных фестивалях всевозможных, больших и маленьких мероприятиях. Ну и надо сказать, что в сети вас очень любят и смотрят. Есть точно как минимум одно видео, которое набрало там какое-то безумное количество просмотров, миллионов, там уже за 12 перевалило давно. Фанаты рок-н-ролла ставят лайк Волынщиков. Ну, во-первых, друзья, рок-н-ролл жив! Это подтверждают Волынщики. А во-вторых, у нас есть, это даже не видео, это концертный номер, а видео уже как бы снятый концертный номер, который в сети собрал 12 миллионов. Это только сообщество Митвель американское на Фейсбуке. Вот так. А так там и на Ютьюбе, и многие другие его потом кучу раз репостили. Я думаю, что с того момента, когда это было, это, наверное, у нас где-то 15-й или 16-й год. 15-й, по-моему. Вот с 15-го года, ну, наверное, миллионов 60 оно уже собрало. Оно так кругом идет, постепенно возвращается заново, заново. Кто-то его выкладывает, оно в новом месте. Ну, потому что это здорово. В общем, посмотрел весь мир, все знают, что в России есть пайперы, которые умеют уделывать Америка. Скажи, пожалуйста, пайперы, вот что? Пайперы — это Волынщик. Волынщик. Пайпер — Волынщик. Тем, ну, были такие, которые сказали, ну, знаете, что, дудите там нормальную музыку, не трогайте рок-н-ролл? Вот, вы знаете, у нас же талантливых людей всегда хватает, вот, и среди слушателей, и среди коллег, поэтому мы уже много чего наслушались, вот, но мы слушаем, но делаем. Собака лает, а караван идет, поэтому мой дед так говорил, я очень люблю эту поговорку. Ну, давайте тогда мы сейчас караван с удовольствием еще понаблюдаем за ним. И еще одно видео снимем. Рок медли, please. 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 И... Рок медли, please. 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 выбор. Это не родители за ручку привели? Это не родители шотландцы привели? Да, родители часто очень удивлены. Вот он захотел, он где-то там в интернете вас увидел, или кино какое-то. И вот ему нужно. Мы тоже уже все очень хотим, мы уже соскучились по звукам волынки, попросим вас исполнить. Мы сыграем для вас трек с нового альбома Gravel Walk. Вау! Субтитры подогнал «Симон» 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 Ренвикс Феррит, любимый хорек там какого-то Энди Феррита. Значит, Энди Ренвика, прошу прощения. И эта композиция написана Гордоном Данконом. Это один из величайших волынщиков современности, не так давно покинувший этот мир. Чем он прославился? Тем, что он первый вообще начал среди прочих, кроме классической волыночной музыки, играть всякие хиты, кавера, там, и многое другое. И когда я его слышал... Краснодар такой в воде. Да, и как-то вот мы в России обосновались играть только шотландскую классику, ну, что-то как-то не особо. И народ просто вот нас стали просить это делать. Популяризировать. А там, Маша, что-нибудь. Мы тут и наши тоже вам сейчас дадим. И мы сделали, и как-то вот, и оно живет. Марин, хочу тебя спросить. Как к тебе в Шотландии относятся? И насколько вообще там можно часто встретить девушку? На нашей страничке в Facebook и посмотреть, как там к нам относятся шотландцы. То есть, действительно, пишут много-много писем, и хотят общаться. Спрашивают те же самые вопросы, как вы научились. А в Шотландии есть девушки вообще волынщицы? Есть ли девушки в Шотландии, которые умеют играть? Каждый третий. Девушки, есть в Шотландии, которые умеют играть на волынке? На самом деле, мое увлечение началось с того, как я видел видеоролик. Там огромный бэнд, они играли, там были девушки, ну, как бы, я думал, оркестр, оркестр, что скрипки, что волынки. Я тоже хочу в мужской коллектив, сказала Марина. Я тоже хочу в мужской коллектив. Нет, там довольно, ну, большой процент, не знаю, около 30% женщин, они играют. И в школах, и, там, я не знаю, в институтах, когда есть пайп-бенды, ну, как бы, детские, юниорские, там, девчонки тоже шпарят, дай бог. Ну, в нашей стране, конечно, Марина, да. Не считается каким-то гендерным, специальным мужским инструментом. Вначале мне было очень тяжело, мне пришлось набрать прям реально мышечную массу, поправить. Я заставлял честно приседать и качать пресс. Я занималась скульптурой, именно было, потому что, ну, вот, поначалу я не очень знала, как это делать. Вот тут меня научили делать. Это правильно, мы сейчас детей учим, что это, на самом деле, не так уж и сложно. Друзья, да, это вот все равно даже, это из их уст так звучит, но надо потрудиться, чтобы получилось, ну, хотя бы приблизительно не так. Мы готовы выслушать следующую композицию. Мы сыграем специально для вас композицию. Я расскажу ее предысторию, буквально вот в двух предложениях, как я люблю говорить. «Царство ему небесное» покойный главный дирижер военной, главный военный дирижер Российской Федерации Валерий Михайлович Халилов в 2007 году на один из фестивалей, который сегодня называется «Спасская башня», тогда назывался «Кремлевская зоря», значит, сделал компиляцию для финала, которая игралась 350-ю волынщиками и около 1000 духовых музыкантов. Это русские народные песни. Мы играем русский сет. Супер! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Оркестр волынчиков в Москве Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Очень круто, очень круто, очень круто. Спасибо, друзья, мы старались. Это пойдет, хочется сказать. Это будет. Хочется сказать после исполнения этого сета моим благородным рыком из речи в радио и телеэфире. Хэви метал, друзья, хэви метал. Это следующий, да, будет? Скажите, пожалуйста, друзья, что у вас в планах? Я имею в виду, я имею в виду, я имею в виду, я имею в виду, какие еще артисты дождутся такого счастья великого, что сам оркестр волонщиков в Москве исполнит его песни. Ну, вы знаете, это поле такое, как бы, ну... Это правда, да. Музыки много. На самом деле, музыки очень много, стилей, жанров очень много. И идей, наверное, тоже много. Можно в это играться, у нас и авторские есть композиции, которые мы играем. Кто пишет? Сам пишешь? И я пишу, и беру чьих-то, ну, композиторские какие-то штуки, переделываю их, адаптирую их для волынок. То есть, ну, абсолютно разная музыка. Главное, у нас главный принцип, чтобы нам нравилось. То есть, то, что вот нам ложится, мы чувствуем, что в первый гнут. Я приношу идею, или кто-то ее приносит из музыкантов, говорит, смотри, вот мелодия. И мы такие сразу, вот мне очень нравится, как вы с нами в резонанс впадаете, то есть, мы такие. Да, и мы тоже. Все это наша музыка, мы ее берем, значит, все получилось уже. И потом это вырастает в какой-то сет или трек и так далее. То есть, если вот это колено дергаться не начало, ну, че-то как-то вроде не сильно, значит, не надо. Надо отложить, да, может быть, потом, чтобы какая-то идея посетит. Надо отложить, либо время не пришло, да, идея не созрела, либо, вот. Так, ну, и джаз можно поиграть частично какой-то, и киномузыку, ну, то есть, много чего. Киномузыка, мне кажется, будет очень красиво, да, и джаз. Ну, я не буду опережать события, мне хочется вот, как бы, ну, пока рано об этом говорить. Мы только начали эту работу делать большую. Ну, она называется «Третий альбом», ну, а там уже давайте по ситуации мы еще раз с вами встретимся. Хорошо. И расскажем вам в преддверии выпуска третьего альбома, о чем он, собственно, будет. Да, это обязательно будем ждать. Ребят, расскажите о расцветке на килтах, потому что с этим тоже целая история. Ведь она же, там несколько тысяч вариантов расцветки, и у вас на сайте есть информация о том, что у оркестра «Волынчиков Москвы» есть своя расцветка, но сегодня она какая-то другая здесь. Расскажите. У нас и своя есть, и не своя, но она тоже своя. Итак, рассказывай. Значит, рассказываю про не свою, которая на нас сегодня, это будет актуально. Это вот, можно я буду показывать? Да. Ребята. Рука длинная, я могу рукой показывать. Значит, эта расцветка, она вообще, слово расцветка на килте называется тартан. Правильно. Вот этот тартан называется Ройл Стюарт. Это королевская, помните, Мария Стюарт? Не Ройл Стюарт, а Ройл. Мария Стюарт, которую голову с сектами сделали. Так. Вот это как раз про нее. Это Ройл Стюарт модерн. Не шотландский, а татарский язык. Ну, я тут все вместе, может быть. Неожиданно. Хорошо. Так. Значит, это Ройл Стюарт, тартан свободной носки. Его имеют право носить все, кто считается сопричастным с этой темой. Самый популярный, наверное, тартан из всех шотландок, существующих на планете. Из всех там 6000 вариантов. Почему вот открытые носки? Например, ну вот здесь в России, вот любой одевай, ходи, никто тебе слова не скажет. Но если ты оркестр, который поехал на чемпионат или на фестиваль, то у тебя должен быть тартан, приписан клану, должен на него быть паспорт. Просто так нельзя вот что-либо одеть и выйти. Подожди, есть какая-то полиция? Да, есть полиция, которая проверяет тартаны. В случае, если ты тартан надел чужой, тут же расстреливают прямо за ближайшим... Отбирают килл. Отбирают, да, и все. Отбирают килл, тебя расстреливают и потом высылают на родину. Ну, примерно так. Все очень сурово и строго. Шутка, конечно, но прикольно. А так тартан открытый ноский, королевский, красивый, очень яркий, красный, как Красная площадь Москвы. Расскажи про свой. Как у вас появился ваш именно? У меня мы его сами придумали, и нам одна комвольная фабрика его сделала. Зарегистрировали. А потом мы что-то как посмотрели на эту тему и решили носить вот этот Роял Стюарт, потому что он как бы режет глаз так, как надо. Вот прям вот, не дать, не взять. Must have такой прям вот. Слушай, да, очень позитивненько так. Нам нравится, спасибо, да. Мы предлагаем финальную композицию нашу запустить и нам чуточку, наверное, времени, чтобы оставить в конце, еще пожелать друг другу чего-нибудь прекрасного. Мы сыграем древний русский сет, это русский фольклор в исполнении шотландских волонщиков. Ой, спасибо отдельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Ай, молодцы! Браво! А.Кулакова 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 артерию дорогие друзья поэтому велкам оставайтесь с нами оставайтесь с увм мы любим вас с ножом пришел на телевидение начал махать очень красиво даже с ножнами друзья спасибо вам огромное мы вам выражаем огромную благодарность и конечно восхищение артемии конечно руководителю добрые слова волныщиков москвы это реально очень крутой коллектив потрясающие мега профессионалы это слышно это видно очень красивые молодые ребята марина чудесная красавица девушка мы вам всегда очень рады спасибо барабанщиком спасибо мне кажется что сегодня многие вообще к волынке по-другому столе относиться но и конечно такая вот тема что часто люди вот в комментариях после концертов пишут мы всегда думали что волынка это вот тянуть волынку она такая тянется теперь они сразу под рукавом студия восемьдесят девять и девять концертный зал ведущие александра хайрулина и роман шахов добрый вечер друзья в москве шесть вечера вы слушаете и смотрите телерадио канал страна fm в эфирной студии очаровательная александра хайрулина роман шахов тоже здесь друзья здравствуйте мы невероятно счастливы сегодняшний концертный зал имени оркестра волынчиков москвы и конечно друзья встречайте пожалуйста любите жалуйте художественный руководитель оркестра артемий воробьев здрасте артемий привет ну мы конечно очень ждем сразу представления всего коллектива мы значим начнем с музыкальной зарисовки а потом друзья для тех кто нас слушает по какой-то очень уважительной причине они смотрят все-таки найдите сейчас возможность включить телевизор или приложение или заходите в интернет потому что оркестр волынчиков москвы не просто с волынками с барабанами а еще в потрясающих килтах все серьезно по взрослому тут вообще все по парадная одежда саш вот я вот такого никогда не видел жизни вы тоже посмотрите друзья внимание на первым номером мы сыграем встречный марш преображенского полка на жатландских волынках а 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 и а артеми представь пожалуйста а а а музыкального коллектива рядом со мной очаровательная небо 드�ажаемое Единственная исполнительница на шотландской волынке профессионального класса Марина Алексеева. Привет, Марина. Наше пополнение молодое. Это наши студенты нашего колледжа волынщиков. Виталий Погодин. Виталий, привет. Денис Белоузов. Денис. Привет, привет. И во втором ряду у нас находятся два легендарных барабанщика. Это Демид Корнеев и Артем Рулев. Да, постучите, ребят, немножко там. Здравствуйте, еще раз. Бау. Ох, слушайте, все слаженно. Друзья, у вас же уже юбилей, 10 лет. Или даже чуть-чуть больше. 13 лет, да? Дальше 13. Вот видите, как мы отстали немножко от жизни. То есть коллектив уже существует, правильно, в 2004 году уже был на основу. 2004 год, 14 лет. 14 лет назад. Ну, если можно, коротко, я понимаю, что уже Артемий не раз рассказывал об этом, но для наших зрителей и слушателей, пожалуйста, прямо коротенечко, конечно, попросим тебя рассказать. История с предложением, да? Да, да, да. Если возможность есть. Ты помнишь, как все начиналось, да? Я помню, как все начиналось. Это был 2004 год. Я сам занялся Волынкой, ну, немного раньше, где-то году в 2001. А в 2004 году был сформирован первый состав Оркестра Волынщиков Москвы, в который вошла группа энтузиастов, коим было интересно попробовать себя в этом жанре. Это были музыканты, которые никогда не умели играть на Волынках, но начали этим заниматься. Но они при этом профессиональные музыканты, да? Что тебя привлекло в Волынке? Образование отчасти, я думаю. Ну, знаете, что меня привлекло? В свое время я работал в одном музыкальном проекте, очень известном. Не буду его называть. Пусть это останется за кадром истории. И туда принесли мешок с народными дудками. Сказали, ребята, попробуйте, подудите, вот, может, что-то у кого-то получится. Вот вы все попробовали, а у меня получилось. Я стал заниматься коллекционированием музыкальных этнографических инструментов, очень глубоко изучать эту тему. И этот инструмент один из многих, который попал в мои руки. И так случилось, что за всю мою историю, начиная с 2000 года, профессиональную карьеру, шотландская Волынка стала самым востребованным инструментом в концертной практике. Именно это и сподвигло собрать такой коллектив. То есть, смотри, получается, что многие инструменты, дудки, все это, все ты пробовал? Все пробовал, это и есть. У меня около 50 народных инструментов со всего мира. Мультиинструменталист, вообще, надо сказать, у нас Артемия. Дудика работает в кино, в треках разных артистов нашей отечественной, и не только отечественной сцены. То есть, легкие и губы страны. Скажи, пожалуйста, они делаются как-то индивидуально, или это есть фабрики, которые выпускают Волынки? Ну, если говорить про шотландские Волынки, то есть мастера, которые делают это на заказ. Есть целые заводы, которые делают инструменты профессионального качества, так же, как и трубы, саксофоны. Принцип действия, хотя бы вот немножко можно понять. Принцип действия, на самом деле, очень прост. Смотрите, каждый духовой инструмент, вообще любой, он, как правило, ну вот, даже не как правило, а вот как правило, работает на выдохе. Так же, как человеческая речь. Мы же не поем и не говорим вовнутрь. Мы говорим всегда наружу, на выдохе. И духовой инструмент работает на выдохе. Когда-то же выдох человека заканчивается, надо сделать вдох. На некоторых инструментах применяют цепное дыхание, когда через щеки человек выдавливает порцию воздуха, в это время засасывает через ноздри нового, и это по кольцу дуется. Здесь настолько много дудок, и так все мощно это должно продуваться, что придумали третий легкий накопительный мешок, резервуар, в котором мы постоянно нагнетаем давление воздуха. Он как шарик надувается, из него прет давление в буквальном смысле. Все трубы звучат, и в тот момент, когда я делаю вдох, я локтем сохраняю давление, нажимая на мешок. И таким образом создается вот это кольцо беспрерывного звука. И подкачиваешь еще немножко руку. Нет, я не подкачиваю, я именно силой выдоха это веду, а нажимаю только, когда мне надо вдохнуть. А, все, все. Следующий номер музыкальной нашей программы. Что это будет? Ну, мы сыграем одну из наших коронок. Это трек с нашего старого альбома. Он называется он Mason Zeppron. Он называется он Mason Zeppron. Он был он изших. Он сыграем больше всего, и он уже criticит его. И он такой же Lucas. И он целый. Нею людей. Он ужеuries обязаны. Он же formerly образно какой-то, Он ведет. За penseмleri солен results. Guillermo Belt и よвым государствием ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам огромное. Невероятный праздник, просто потрясающий какой-то, фантастический. Надо сказать, что сегодня же у нас коллектив не в полном составе, Артемий, так ведь это, да? Всего в оркестре 12 человек. 12 человек, да. И, между прочим, на концертах оркестра еще используется и хореография, просто в данном случае наша студия не позволяет, да? Ну, в данном случае, как мы видим, стойки, очень мало места, студия не может принять весь оркестр, это был бы, на самом деле, большой жирный звук. Артемий, мы обещаем, что в следующий раз наша встреча состоится в нашей новой студии, где идет ремонт, и вот там мы будем ждать уже, конечно, вас в полном составе, ребята. А пока я хочу задать вопрос, который мы, в общем, задаем многим артистам, которые приходят, особенно музыкантам. Сколько вы теряете килограммов за концерт? Ну, учитывая, что у вас волынка, сколько весит волынка, кстати? Волынка весит где-то около трех килограмм. Вот так. Сколько мы теряем? Ну, потому что у вас же движение, движение в церкви. Да, потому что мы и двигаемся, и танцуем одновременно, это все-таки, ну, как сказать, если бы, как в прошлом профессиональный гитарист, если бы я играл на гитаре, я бы сыграл три сольника. На духовом инструменте, вот недавно у нас была презентация нового альбома, мы сыграли два сольника подряд в один день. Это было очень серьезное испытание для головы, для дыхалки и вообще для организма. Правда, мы после этого уехали в Питер и дали там сразу еще гастроль на следующий день. Вот так. Поэтому сколько мы теряем, я не засекал, но бывает иногда периоды, когда реально, ну, там, килограмм восемь за неделю, за две. Мама дорогая! Да, вот это фитнес. Я смотрю на Мариночку, она просто тростиночка. У меня вопрос, знаете, какой? Если, например, волынщик профессиональный ныряет, сколько он может быть под водой, с учетом того, что легкие так прекрасно работают? Я думаю, что это немножко другая техника, потому что, как показывает практика, вот опытным саксофонистам, например, даже вот они на тяжелых тростях играют, у них хороший, скажем так, прокачанный амбушюр, да, мышцы губного аппарата. И даешь волынку, человек не может ничего извлечь из нее. Вот так. Хотя, на самом деле, вот изящная Мариночка делает это очень легко и непринужденно. Смотрится правда очень. Поэтому это момент именно прокаченности тех вот межреберных мышц, пресса, дыхалки, шеи, лица, именно вот направлен на эту силу давления в эту сторону. Поэтому я не думаю, что это уместное такое сравнение, вот сколько там проныряешь, сколько продержишься, но сколько-то продержусь, наверное. Ну и, наверное, может быть, подольше, чем обычная. У нас есть такие инструменты, практис-чантор, есть такое упражнение, например, ставишь длинная нота, ставишь одну ноту и дуешь ее. Вот у меня рекорд — это минута 15. Выдох. Ну, это приличный, это хорошо. Это хороший выдох, да сколько ж килогилитров, да. Я хочу спросить еще про, конечно, про концерт, который состоялся, вот тот самый совсем недавний, два концерта. Четвертого ноября. Четвертого ноября презентация альбома за тон больших чисел. Зачем же вы сделали два концерта в день? Ну, это была история связана с тем, что невозможно уместить всех поклонников просто в зале, правильно же мы понимаем? Ну, просто нам дали зал, в котором не было тысячи мест, а было 500. Мы решили собрать тысячник. Про новый альбом, он не единственный есть, еще выпущены альбомы ранее. Конечно, есть еще предыдущие, 10 лет выдержки, как раз с чего мы начали. Ну, оба альбома, в принципе, представляют собой некую, ну, то есть 10 лет выдержки, это альбом, в который вошли треки, ну, самые сладкие, самые такие известные, популярные, которые сделали, в общем-то, имя коллективу. Ну, то есть мы взяли и туда засунули целых 18 треков. Он огромный, сборник такой, 10 лет выдержки. Это шикарно, шикарно. Какое название такой альбом? А второй альбом называется еще круче, называется «Закон больших чисел». И вот здесь большой вопрос, да, возникает, почему? Что такое «Закон больших чисел» можно прочитать в интернете, определение, давайте не будем на это тратить время. А что такое «Закон больших чисел» в области волынок, я могу рассказать. Конечно. Когда она одна звучит, она звучит, ну, вот, как некая данность, да, хорошо, например. Когда звучат два инструмента вместе, они, если хорошо настроены, то они немножко все равно между собой фальшивят. Это называется хорус. То есть все равно есть небольшой разлад. Если они плохо настроены, они просто фальшивят ужасно. Есть даже шутка такая, что такое «Малая секунда» у музыкантов. Это два волынщика, пытающихся играть в унисон. Соответственно, чем становится больше волынок, тем это значение их сближает. И звук становится единой большой жирной нотой. И, ну, такой эффект можно услышать, например, на фестивалях военной музыки, когда выходят полторы тысячи музыкантов. Резонанс такой получается. Резонанс такой в пространстве получается. Не резонанс, а именно вот плотность звучания там одного звука. То есть он как бы не просто там си бемоли, а он широченный си бемоли, как бы и влево, и вправо. Одни низят, другие высят, третий в центре, а вместе они звучат как просто такой огромный аккорд, хотя это всего одна нота. Это и есть закон больших чисел в ряду духовых инструментов, в частности. Ну, альбом этот уже, надо сказать, он доступен и в iTunes, насколько я понимаю, для скачивания. Пока еще нет, пока еще не выложены. А неизвестно дату мы вылансировали сейчас? Ну, сейчас договор подпишем. Ну, в общем, скоро, скоро, скоро спрашивайте, задавайте, да? Ну, прекрасно. Мы прервемся совсем ненадолго и очень скоро продолжим программу концертного зала. Оставайтесь с нами.